Иисус крещен Иисус крещен Он начинает свое служение И в принципе, если он хочет положить начало своему служению И приобрести себе учеников для проповедей Царства Небесного Естественно, что ему надо изложить основы своего учения Ибо до сих пор люди приходили и крестились во имя Иоанна Почему во имя Иоанна? Потому что, как мы с вами уже договорились и объяснили На основании библейско-еврейской традиции Люди крестились в кого-нибудь В ознаменовании послушания конкретному учению И обязательства следовать этому учению Но начиная с этого времени Иисус будет приобретать более учеников, чем Иоанн И люди будут креститься в Его имя А не в имя Иоанна Поэтому существует необходимость весьма насущно изложить свою программу действий Которую многие называют программой Царства Небесного Писание говорит Что увидев народ, Он взошел на гору И когда сел, подошли к Нему ученики Его Это было здесь За спиной Иисуса был Кенерет Генесарецкое озеро или Галилейское море Точно так же шумели волны Вокруг Него расселись ученики Которые приготовились слушать Интересно, что согласно еврейской традиции Непосредственно возле учителя Могли располагаться только близкие ученики Остальные должны были стоять дальше Даже если было место вблизи У некоторых учителей существовала даже традиция Что если ученик провинился Или учился плохо Его отсаживают от группы близких учеников И достигается двойной эффект Во-первых, ему надо будет нагонять самому больше А во-вторых, люди могли видеть Что некогда он, сидевший рядом с учителем Теперь отстранен немножко дальше Кстати, я думаю, что элементы наказания Или дисциплинирования, которые существуют в церкви Они должны быть видимы для других Когда мы говорим, я покаялся перед Господом Богом И Господь Бог знает мои грехи Он меня простил И продолжаем жить в наших собраниях После множества согрешений, как ни в чем не бывало И думаю, что это есть нарушение библейской традиции Во времена храма Когда люди, каявшись в своих грехах Каясь в своих грехах Потом приносили жертву Каждая жертва соответствовала определенному греху И когда люди шли в храм и несли эту жертву Навстречу им шли те, которые жертву уже принесли И каждый по комбинации животных Вновь входящего и приносящего жертву Мог знать друг о друге Какой именно грех он совершил Для чего это надо было? Для обвинения, для осуждения? Нет вовсе Но каждый верующий должен знать, что наказание за грех не является приятным И у него должно быть чувство вины Которое проходит с прощением Однако воспоминание об этом чувстве вины Должно быть дополнительным, не главным, но дополнительным стимулом Второй раз подобный грех не совершать Писание продолжает и говорит нам Что он открыл уста свои и учил Казалось бы, ничего необыкновенного в этом выражении нет Не совсем так Каждый раз в еврейской традиции, когда тот или иной текст Говорит дословно, открыл уста свои и учил Всегда, всегда предполагается, что данный человек Учит, исполнившись Святого Духа То есть он говорит от имени Всевышнего А не от самого себя Иисус начинает излагать свои знаменитые максимы Блаженны нищие духом На самом деле, конечно же, в оригинальном тексте Счастливы те, которые нищи духом Потому что им принадлежит Царство Небес Я не знаю, как вы, дорогие зрители И сослушатели Но мне приходилось слышать очень много проповедей На тему, что значит быть нищим духом Наверное, наиболее правдоподобными были и серии тех Когда говорили, что человек отрекается от самого себя И делает из себя пустой сосуд Предоставляя Духу Святому говорить через этого человека Тем не менее, давайте попытаемся внести ясность И еще раз скажем, что Иисус, иудей Обращаясь к иудейской толпе Говорит не пользуясь категориями греческой философии Он пользуется, во-первых, еврейским или арамейским языком И говорит на понятиях или понятиями доступными толпе Поэтому нам не грех обратиться к тому Что же значили эти слова во времена Иисуса Нищие духом Михильта Дарабий Ишмаэль Который датируется приблизительно этим временем Говорит следующее А Моисей подошел к Амле, где Бог Книга Исход 20 глава Что ему позволило это сделать Что ему позволило это сделать Повторяется с вопросом И Писание отвечает Нищета Или скромность его Как написано А этот муж Моше был кратчайший Из всех людей, которые на земле Кроткий и нищий В данном контексте одно и то же слово Писание говорит нам, что всякий кроткий или нищий Духом придет к тому, что прибудет на нем Шихина или скиния Божия Или присутствие Божие Или Дух Божий И еще сказано Ибо так говорит возвышенный и превознесенный Существующий вечно и святое имя его Вместе высоким и священным обитаю я Но с тем, кто сокрушен и смирен духом Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных Вы, конечно, узнали Это знаменитые слова из книги пророка Исаии Из 57 главы Еще Дух Господа Бога на мне Ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным Нищим Послал меня врачевать сокрушенных сердцем Объявить пленным свободу и узникам полное освобождение Итак, если на самом деле под словом нищий духом понимать скромность и кротость Тогда мы понимаем, что счастье состоит не в том, чтобы иметь то, что мы хотим А чтобы принимать данное Богом как само собой необходимое для меня в моей жизни И смиряться полностью не под обстоятельства любые в этой жизни Но просить Господа Бога А принимать то, что Он нам дает Писание говорит нам Кляющего втайне на ближнего своего уничтожу его Чье око высокомерное и сердце надменно не потерплю Глаза мои к верным земли Им-то сидеть со мной Идущий по пути непорочности Он будет служить мне Всякий, кто унижает себя, возвышается Всякий, кто возвышает себя, унижается Мы еще, наверное, приведем один отрывок, который очень характерен для понимания этого места Я хочу прочитать два отрывка, которые найдены были относительно недавно в кумранских текстах Кумранские тексты были найдены в пещере недалеко от Иерусалима Они принадлежали группе иудеев, которая в свое время ушла из Иерусалима Ввиду развращенности, которая царила в религиозной среде Вот, что мы находим в этих текстах Свиток Благодарения Заповеди Блаженства Положил в сумму мне благовествование милости Твоей Благовествовать нищим величие милости Твоей И возвестить сокрушенным духом радость вечную для скорбящих Это Свиток Благодарения, 18 глава Последние две строчки, конечно же, из приведенного фрагмента Параллельной книги Исаии, 61 главе Вместо позора вашего и стыда радоваться будут доли своей Потому что в земле своей вдвое унаследует радость вечная будет у них Также выражение сокрушенное духом встречается, кроме приведенного нам отрывка Еще и в книге войн или в Свитке войн А выражение нищий духом – это параллелизм для выражения сокрушенные духа Счастливы скорбящие, продолжает текст Потому что они будут утешены О каком плаче идет речь? Плач и скорбь как критерий для избрания встречается еще у пророка Иезекииля Я хочу прочитать еще один отрывок Сказал Всевышний в одном из медрашей своему ангелу Гавриилу Или на иврите Габриэлю Пройди по городу и начерти крест чернилами на челах праведников Сокрушающихся, чтобы они утешились И чтобы не коснулись их ангелы карающие На челах, делающих зло, начерти крест кровью Чтобы сгубили их ангелы карающие В тот же час предстал пред Всевышним обвинитель и спросил Владыка мира, а в чем же разница между теми и этими? И ответил ему Всевышний Эти полные праведники, а эти совершенные злодеи И сказал обвинитель Но ведь могли возмутиться они злодеяниями и возразить против них? И ответил Всевышний Известно предо мной, что даже если бы стали возмущаться и возражать Не были бы услышаны Сказал обвинитель Но ведь могли бы они претерпеть страдания и позор вместе со всем Израилем Как страдали многие и как страдали пророки И умирали вместе с народом из-за греховности его И прекратил Всевышний говорить с обвинителями И сказал ангелам карающим Старика, юношу и деву и младенцев и женщин Убивайте во истребление Но ни к одному человеку, на котором знак Тав Или крест Не приближайтесь В чем речь? В древнем еврите, вернее в древнем арамейском языке Буква Тав или последняя буква алфавита Писалась как крест Мы понимаем, что в известной степени это совпадение Хотя и символическое, но суть его от этого не меняется Тот, который сокрушен духом, отмечен божьим знаком И благодаря этому божьему знаку обвинитель не имеет силы над этими людьми Писание продолжает И говорит Счастливы, алчащие и жаждущие праведности Потому что они будут насыщены Счастливы, милостивы Потому что они будут помилованы На самом деле, скорее, наверное, милосердные, чем милостивые Счастливы, чистые сердцем Потому что они увидят Бога Опять же, здесь реминисценция со словами из псалмов Кто достоин зайти на гору Господню И кто стать на месте святом Его Тот, у кого чисты руки и непорочно сердце Кто не склонял в суете души своей и не клялся ложным Счастливы миротворцы Потому что они будут наречены сынами Божьими Интересно, потому что слово сын имеет очень широкий спектр значений В том числе тот, который досконально выполняет волю Божию Иными словами, заботится о примирении творения И о том, чтобы человек примирился с Богом Счастливы те, кого гнали за их праведность Потому что им принадлежит Царство Небес Медраж говорит, что праведность Это печать Всевышнего И перстень с его печаткой Всякий, у кого на руке этот перстень Может беспрепятственно войти в присутствие Божие Я очень часто обращаюсь к еврейскому народному творчеству Или к творчеству мудрецов Вовсе не потому, что оно является обязательно Богодухновенным Но мне кажется, что оно помогает нам понять Смысл слов, произнесенных Иисусом в этом месте Матвей продолжает с теми же знаменитыми словами Которые мы все с вами перечитывали десятки раз И он говорит Счастливы вы, когда из-за меня будут позорить вас И подвергнут преследованиям И будут говорить о вас всякую ложь Радуйтесь и рекуйте Потому что велика ваша награда на небесах Важно Ведь так гнали и пророков, бывших прежде вас Ну, сам факт, что гнали пророков прежде вас Иисус как бы приравнивает своих учеников По функциям, к функциям пророков Но важный элемент, он говорит Когда из-за меня будут позорить вас Так было всегда Когда ученик стоял за учителя Почиталось за честь быть опозоренным ради учителя К сожалению, очень часто мы принимаем Или не принимаем Отвергаем от себя позор Который не имеет ничего общего С учением нашего учителя Вы соль земли Если же соль потеряет свою соленость То в чем опять осолить ее? Она уже ни на что не годится Разве только на то, чтобы выбросить ее вон И чтобы люди растоптали ее Тоже очень много мнений По этому отрывку Одно из них сводится в том Поскольку соль никогда не может потерять Своей солености То вообще отрывок не имеет никакого смысла Я слышал это от неверующих людей С другой стороны Верующие говорили, что соль это отличный консервант И поскольку соль отличный консервант То она помогает сохранить нашу веру Третье мнение состоит в том Что два еврея, когда ссорились друг с другом Один приходил к другому в дом И он бросал пригоршню соли на его порог Как бы символизируя, что отныне будет раздор В сочетании с мультифункциональностью соли Как ее консерванта То многие делали выбор, что с одной стороны Иисус говорит, я принес вам меч Я разделю отца с детьми, с матерью И так далее То это функция соли Как бы раздора на основании веры С другой стороны, соль как консервант Помогает сохранить свою веру Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты перестают существовать Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tv-семинарий.ком Но существует еще одна точка зрения Которая мне представляется очень интересной Союз или завет, который Господь Бог заключил Между собой и Израилем Он называет его заветом соли Имея в виду и говорит об этом Это завет соли, вечный пред Господом Для тебя и для потомства твоего Вопрос, который обсуждает здесь Иисус Он обсуждался и его современниками тоже Что значит быть солью Что значит завет соли Что значит быть солью в своем народе И одну из версий такого обсуждения Мы находим у раввина Иошуа бен Ханания Мудрецы его афинского форума А он жил на территории современной Греции Задали ему вопрос Скажи, Рабби, соль, которая протухла Чем можно исправить ее? Рабби посмотрел на них и ответил При помощи пуповины мулицы То есть мула женского рода Разве рожает мулица, чтобы у нее была пуповина? Удивились мудрецы Рабби ответил чисто по-еврейски А разве соль может протухнуть? Мы читаем об этом в трактате Пхорот 8 Естественно, это годический рассказ Агада, мы с вами говорили Это особый вид мидраша Который предполагает даже не толкование А намеки, обстоятельства тех или иных событий Которые могут послужить нам в конечном итоге Для толкования писания Но само упоминание пуповины в ответе Рабби Вовсе не говорит о том, что речь идет о мули женского рода Соль не может испортиться Вот в чем идея То есть Господь, Бог, как мне кажется Приводит ситуацию здесь абсолютно невозможной Он был и будет верен народу Израиля И когда он говорит, что соль, которая протухла Ее надо выбрасывать Или она ни на что негодна Он заведомо представляет ситуацию Которой быть не может Как бы показывая всю абсурдность ситуации В этом завете соли с его собственной стороны Другое дело Что очень часто соль выбрасывают Даже не тогда, когда она протухла за ненадобностью То есть как бы она солена Но она никоим образом не применяет свою соленость Мне кажется, что упоминание Иисусом конкретно этого образа Указывает скорее на крепость союза с его стороны Чем на всевозможные толкования От которых мы с вами говорили Вы свет мира Говорит Господь Бог Город, стоящий на верхушке горы Не может быть спрятан от глаз Слово, которое есть здесь Это Ор шели Или Вы свет мой Которое созвучно другому слову Часто упоминаемому апсалмам Ор ха Или Твой свет То есть на самом деле Господь Бог говорит Вы не просто свет миру Но вы Мой свет миру На который народ Израиля Должен был бы ему ответить Мы твой свет миру Суть состоит в том, что никто из нас не обладает собственным светом Наиболее праведные из нас Хороши лишь тем, что они достаточно очищены Господом Богом Вот той самой кислотой испытания Чтобы отражать свет Божий И чем больше мы очищены Господом Богом А не собственной праведностью Тем больше Божьего света мы можем нести в мир 15-16 стих И когда зажигают светильник То не ставят его под сосуд А ставят на подставку И светят всем в доме Мы будем говорить с вами немножко позднее Когда мы коснемся 10 главы книги Иоанна О празднике освящения Или о празднике Хануки В Израиле Так вот Принято зажигать свечи Каждый вечер В ознаменовании праздника Избавление от язычества Или от осквернения храма Но что принято делать в еврейском народе Принято подсвечник со всем этим светом Ставить на подоконник Не для себя А для того, чтобы каждый путник Который проходит А это, как правило, зимой Этот праздник в достаточно ненастную погоду Он мог увидеть этот свет И зайти на этот огонь То есть, иными словами Свет, который есть у нас Он призван для того Чтобы светить другим людям Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинария Продолжение следует...